Друзья, всем привет! Вы слушаете SDCast, 64 выпуск, юбилейный для тех, кто понимает. И сегодня у меня в гостях ребята из компании Rike. Это Евгений Гусев, фронтенд тимлит, и Игорь Демьянов, фронтенд менеджер. Ребята, привет! Привет-привет! Привет-привет! Ну, давайте вначале по традиции уже чуть больше расскажите про себя, как вообще давно вы и чем занимаетесь, и как попали на шатейшный мир. Ну, наверное, уже, Жень, давай начнем с тебя, Коль, так. Не, ну вообще, с точки зрения субординации, наверное, Игорь должен начать. Да? Хорошо, Игорь, ты у нас будешь главный. Смотрите, ну, в IT я попал давно. Я начал еще со школы увлекаться программированием, ну и как-то так все пошло. Делал дипломы для университета, когда учился в школе, ну и все так затянулось. Очень хотел делать всегда игры, вот. Ну, а потом как-то все раз-раз. На бэкэнде я подписывал на C-шарпе, на джаве. А потом, по-моему, это было 2008 год, когда я перешел уже во фронт-энд. Так активно занялся фронт-эндом, ну, джава-скрипт, вот. Ну и все вроде как шло-шло-шло, и где я работал, проект закрылся, и я как бы решил податься на рынок, посмотреть, что там, и попал в райк. Слушай, а расскажи, вот, знаешь, сразу интересно, так, кстати, вот ты там писал на C-шарпе, то есть такой бэкэнд, ну, там, джава, говоришь, как тебя во фронт-энд-то угоразило. То есть все-таки хотелось какой-то вот этой, как, знаешь, ну, такое, одно из мнений, что люди, которые там уходят во фронт-энд, ну, в каком-то виде, неважно, там, веб, не веб, да, что как бы, ну, вот, нет вот этого, такой обратной связи от пользы. То есть ты вроде что-то делаешь, там, какие-то опишки пишешь, еще какую-то ерунду, а пользователь-то ее не видит, и как-то грустно становится. Вот какая у тебя была причина? Причина? Ну, или как так получилось, да, почему? Ну, как обычно, все же пишут сайты для людей, вот, и одна из причин, что нужен интерактив. Мы же знаем, как работает C-шарп и вообще этот ASP.net. Там есть тонкости, связанные с тем, что обновление страницы, ну, я еще писал на Дотнете, на втором, ну, на первом-втором, и там, как бы, тяжко было с апдейтами, вот. И, как бы, нужен был JavaScript, я попробовал его, ну, для мелких проектов, как бы, для мелких страничек и всякой, чтобы все двигалось, он подходил. И мы все больше и больше делали на JavaScript, а потом мы вообще занимались, написали платформу для, ну, как, типа, маленький Forex, кухня. Если вы в теме, то вы знаете, что такое кухня. Для банка, для продажи, покупки акций, ну, и там курсы, еще можно было играть на них. И оно было... Кухня – это когда люди думают, что зарабатывают настоящие деньги, а они только тратят настоящие деньги, да? Да, это когда ваши ставки дальше кухней не уходят. Вот, ну, и как-то там мы написали начальное на C-шарпе какую-то часть, а потом так получилось, что отдельная страница невыгодна стала. Мы решили сингл-пэйдж-аппликейшн, вот, замутить. Ну, и там все больше и больше, я уже в скрипте писал, и все меньше бэкэнда. Ну, в основном, как бы, ручки. Вот, ну, и описание, как бы, формата данных. Вот. Кстати, одна ссылочка. Вот, на самом деле, внутри райка тоже, естественно, есть сленги, поэтому многие не знают, что такое ручки. И многие удивляются, что такое ручки? Игорь, расскажи, что такое ручки. Ну, это просто хэммлеры, да, это в райке все любят называть ручками на бэкэнде. На самом деле, я всегда называл хэммлеры или обработчики, но очень сложно, когда ты приходишь, ну, уже в коллектив состоявшийся, а в райке я пришел не первым, и, как бы, не сказать, что там какие-то... Ну, в чужой монастырь со своим уставом, как говорится, в общем. И это для меня тоже было шоком, что они называют все ручками, но так принято, и поэтому очень других не переделать. Вот, тем более, это бэкэнд, я с бэкэндом не так сильно связан. Вот, поэтому, да. Вот, но потом что дальше было? Дальше все был фронт, фронт, фронт. Я всякие писал фреймворки, как все, наверное, пишут. Велосипедил много. Вот. Ну, и, в принципе... Но не в райке, конечно же. Да, естественно, это было давно. Вот. И потом, что? Потом судьба меня завела в райк. Вот. Хорошо. Но дартом я занимался еще до райка. Я пробовал дарт еще в версии 0.8, когда он еще официально не вышел. Вот. Ясно. Ну, хорошо, давай сейчас на этом небольшой паузу пока сделаем самое. Жень, давай ты немножко про себя тоже расскажи. Теперь ты понимаешь, кто принес вот эту заразу в райк. Ну, в смысле, дарт, подождите. Теперь мы знаем, да, кто был. Ну, что, я в IT попал случайно. Ну, нет, стойте. Специально, конечно. Я еще когда-то начинал в институте, еще писал, работал на военку, и мы делали ПВО. Система ПВО. Они отправлялись в Египет, в солнечный Узбекистан. И тогда это были железяки, плюсы. Было очень интересно. Особенно командировки. Потому что ты видишь, что все-таки военные используют твои железяки. Не по назначению, но ладно. После этого, ну, естественно, как бы все плюс-плюсы, железяки. Проблема плюсов, что ты либо звезда и работаешь в Яндексе или еще где-нибудь в Гугле, либо ты работаешь, не знаю, где-нибудь в военке или еще что-нибудь, и поэтому там все не очень хорошо. Ну, и меня нелегкая занесла в C-Sharp, а конкретно я занимался ширипойнтом. Гажа этой фигни в жизни моей не было. Ну, да. После ширипойнта, это я так думал. Потом меня занесло в аутсорс, и я понял, что все-таки гажа вот этой фигни со мной не было. Ну, и после аутсорса все-таки пошла нормальная тема. Попал, там были всякие разные еще компании, потом попал в Dell. Но это все было бэкэнд тоже. C-Sharp в основном. И в Dell мы как-то сидели, а там, ну, естественно, все продукты не очень свежие, мягко скажем. И там был UI еще на MMC, если кто-то помнит. В Индии есть оснастки такие. Ну, а как бы новый миллион, 2000 год-то уже прошел. Надо, наверное, вебом заниматься. И решили переделать UI на веб. Но понятно, что фронтенд это очень просто. Зачем нанимать еще одного разработчика, чтобы тот сделал веб? Ну, и мы покумекали и сделали сами веб-морду. И мы выбрали почему-то кофе-скрипт. Кофе-скрипт, ага. Да, в моей жизни что-то все время какая-то дичь происходит. Да, ну, и, соответственно, как-то так фронтенд завертелся. И потом райк. А тут бац, и дарт. Так что, получается, что на нормальном фронтенду-то и не было. Такой в скрипт, то дарт. Ну, как-то так. Ясно. Ну, давайте, наверное, прежде чем, так сказать, углубиться в дарт и прочие технологии, расскажите немножко, может быть, там, наверное, Игорь, больше ты, может быть, расскажешь в двух словах про райк. В смысле, ну, что у вас за проект? То есть, в принципе, что вы делаете, чтобы понимать вообще, что это? Какие-то приложения, так сказать, какие там задачи? Ну, это приложение для коллаборации и управления большими проектами. Из-за того, что оно очень гибкое, поэтому у нас клиенты разношерстные. В принципе, для любого человека и компании, любого масштаба она подходит. Из-за того, что там нет такой жесткой структуры, как, допустим, в джире. Но зато есть, как бы, очень много функций. И сводится все к тому, чтобы повысить вашу эффективность за счет нашего проекта. Как-то так. Ну, это, в принципе, для тех, кто вдруг там не слышал слово райк, то другие слова, как там, не знаю, бейскамп, какой-нибудь джир, вот что-то из этой серии, да, я так понимаю? Ну, а-ля. Ну, да. В каком-то, или больше, или меньше степени. Только у джира есть такая штука, что, ну, она сделана как бы программистами для программистов. Ну, сейчас уже нет, но вообще да. И поэтому, если вы любите хорошие интерфейсы, то, наверное, вам не в джиру. Конечно, в одностороннем порядке обливать конкурентов мне здесь хорошо. Но, реально, вот во многих компаниях есть интегратор джира, то есть это человек, который настраивает продукт. Мы же, райк, чем отличается? Тем, что, ну, мы, конечно, не целимся в программистов, то есть у нас, наверное, нет многих таких вещей, которые есть у джиры. Но, с другой стороны, для нормальных людей райк, ну, на мой взгляд, конечно, удобнее. Ну, впрочем, это все достаточно субъективно. Просто если вообще записывать, какие у нас есть функции, то там, не знаю, больше 150 есть просто реально жирных функций. Там, ганчатты, различных, там, не знаю, кастом филдов, тому подобное, там, табличный вид, там, обычный вид. В общем, у нас такая кофемолка с комбайном совмещенная. В общем, каждый найдет себе то, что он хочет. Вот, но в этом есть, как бы, и минусы. Он очень сложный. Если вы зайдете, люди просто иногда в шоке от того, что там, ну, все сразу же на них вываливается. Но если разобраться, как бы, вы понимаете, что этот инструмент решает ваши проблемы. Ну, хорошо, ладно. Давайте тогда, в целом, так сказать, я думаю, нашим слушателям стало немножко яснее вообще, что это, о чем мы говорим. Вот в контексте, ну, чтобы как-то, скажем так, подойти к Dart, да, то есть, ну, не знаю, может быть, расскажите немножко, что было, так сказать, до него. То есть, ну, это обычное, так понятно, какое-то там, ну, веб-приложение, там, не знаю, фронтенд на джейсе. Ну, хорошо, необычное. Вот немножко про архитектуру, чтобы просто понимать вот контекст и какие задачи были тогда, собственно, ну, как-то подойти к причинам и почему был выбран там Dart, для каких задач, то есть, какие были проблемы. Ну, смотрите проект. Надо сказать, что проекту, ну, хоть мы там внутри себя говорим, что мы стартап, но продукт-то уже 10 лет. Да, уже почти 10 лет. Да, приличный срок. Ну, мы и были и на Doge, и на XT, и теперь еще были и на Polymer, и на Angular, то есть, мы собрали очень много всех технологий, вот. Ну, очень давняя история, вот из-за этого есть такая вещь, что мы имеем очень много функций и фич. Ну, и проект очень большой, он обрастал, обрастал, все началось с Doge, потом переехали на XT, вот. И сейчас мы находимся на третьем XT, частично на четвертом, и мигрируем потихоньку на Dart. Ну, как потихоньку. Все новые фичи мы делаем только на Dart, все корные фичи мы и делаем, ну, или стараемся переделать на Dart с Angular. Ну, и там работы очень много, непочатый край. Ну, то есть, у вас, в принципе, как водится, так сказать, в реальности, что когда проект большой и сложный, то есть, вот, целый зоопарк, там, каких-то, ну, версий новых фреймворков, и постепенно вы, так сказать, вот сейчас, как бы, скажем так, устаканилось какое-то понимание, что вот Dart вас там удовлетворяет, и вы, скажем так, новое все разрабатываете уже на Dart, и потихонечку, так сказать, по мере сил возможностей старые, вот, там, какие-то core вещи переписываете потихонечку. Чтобы все понимали, сейчас статистика такая, ну, во-первых, мы последние два с половиной года на JavaScript ничего нового не делаем, то есть, мы только переписываем, да, ну, там, если есть какие-то баги, но это не считается. Ну, это не в счет, это понятно, да. Да, ну, если по статистике, то на JavaScript мы написали два миллиона строчек кода, ну, там, плюс-минус, и на Dart вот сейчас 500 тысяч, ну, уже, наверное, ближе к 600 идет, ну, 500 тысяч, не ошибешься, 500 тысяч точно есть. Ну, вы должны понимать, что из-за того, что у нас 50 человек, это очень быстро, как бы, как снежный ком катится. То есть, иногда мы там за три месяца пишем то, что мы раньше писали, может, за год, из-за того, что компания очень бурно выросла, и рост начался, блин, я уж не помню, в 2015, что ли, году. Ну, как раз, наверное, вот, когда мы на Dart перешли. Вот, и мы начинали с, ну, вот, когда я пришел в компанию, по-моему, у нас было то ли 11 фронтендеров, то ли 7, ну, я точно не помню, просто у нас есть, в Райке есть два фронтенд-отдела, это веб-сайт, это то, когда вы заходите, когда вы покупаете нас, и сам продукт Райка, на Workspace. Ну, то есть, это веб-сайт, это блог, это хелп-центр, это там, где ты покупаешь, и, соответственно, Райка, это как продукт, то есть, это уже именно большое приложение, которое ты, купив, открываешь. Ну, да, да, все понятно, логично, ага. И раньше мы не... И, соответственно, про продукт мы, как бы, будем мы с вами. Да, 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 просто раньше мы не различали, у нас были одни и те же разработчики и там, и там, вот. Вот, а потом мы, как бы, уже разделились, вот, и стали активно расти, и ощущение, как бы, ну, когда ситуация стала усугубляться, это где-то такой передел 12 человек. Когда начинает, что JavaScript, он начинает тебе просто стрелять в ногу, не только тебе, а всем твоим соседям, всем остальным, вот. И это проблема. Да, это мы уже подводим к причинам, собственно, почему Dart. Ну, да, 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 давай, вот, Игорь, раскрой мысль вот этого, что, да, 12 человек начинает стрелять в ногу, то есть, силу из того, что, как бы, нету каких-то, ну, в основном, кажется, все равно же был уже какой-то, там, код стайл, еще что-то, там, гайды, да, и вот. Ну, как вам сказать, да, был на JavaScript у нас и есть код стайл, у нас всякие линтеры, но линтеры и все остальное, это, как бы, не защищает вас от того, что вы возьмете и в модель, там, впилить и какое-нибудь новое свойство. Это защищает то, что код будет читабельный, что он, как бы, нормальный, что там вы пробелы везде, где нужно ставите. Ну, да, с точки зрения человеческого понимания, это, как бы, ну, плюс, а с точки зрения, как бы, как это работает и архитектурно, вы это не сможете проконтролировать. Да, можно какие-нибудь метрики, там, ввести, мы вводили метрику, господи, в S-Link, называется, комплексити вроде. Ну, это просто, опять-таки, она просто показана, сколько у тебя там вложено, и вот это вот, как сказать, не придется. Ну, мы уже там довели, что ли, для того, что только два ифа позволяли в метод писать. Ну, короче, там вкручивали гайки, как могли, но проблема в том, что, когда у вас 4 человека, вы сидите в одной комнате, вы там легко можете, там, за чаем, за кофе обсудить, как вы это будете делать. Когда у вас 11 человек, вы же не будете, такие, пойдемте, ребята, сейчас все обсудим. Выйдем все дружно на часик, да, устроим дебаты. Вот, и уже происходит то, что фрагментация. Естественно, так как фич много, людей много, все занимаются разным, все уже просто не понимают, чем другие люди занимаются. Ну, и это вытекает то, что кто-то в одной части системы решил сделать так, а в другой поймали то, что вы сделали, и, как мне сказали, как так получилось. Ну, вот, недавно бак в фикселе, ну, и все как снежный комп нарастает. Мы пытались вводить и JS-доки, и еще что-то, но это, как бы, усложняет жизнь разработчику, но не улучшает. Отдача меньше, короче, да, то есть, да. Коммуникация очень усложняется. На самом деле, просто, когда большая команда и много кода, ну, как и говорится, когда происходит фрагментация, то есть, там, например, половина людей занимается одной частью, другая – другой, потому что объять весь объем мозгом… Ну, логично, что даже, там, да, 12 человек, они все равно как-то разбиваются на какие-то такие, скажем так, мини-группы, которые как-то концентрируются на отдельных, там, каких-то независимых фичах, там, задачах еще как-то. Да, ну, и, соответственно, встает проблема, как бы обеспечить интерфейсы, имеется в виду, на программной, между этими частями, что у тебя есть два модуля, или, там, три или десять, и тебе нужно гарантировать, что на стыках эти модули ведут себя определенным образом. Соответственно, JavaScript, ну, естественно, до ES6 он вообще не позволял, там, вот эти прототипные наследования и прочее, но для моделек оно не очень подходит. Ну, и мало реально было как-то поддерживать всю эту махину. Ну, да, тут как бы человеческий фактор, если кто-то где-то добавил там свойства, ты никак не отловишь того, что, то есть, все валидное, и все линтеры проходят, и все хорошо. То есть, так, формально. Еще большая проблема – это люди. Вы же знаете, проблема в PHP какая была, что до, по-моему, пятой версии, да, там ООП или. Там была проблема, что люди, как бы, ну, да, появилось ООП, но люди не стали, как бы, менять свои привычки, они так дальше продолжали. Так же точно и в большом проекте. Вы, когда начинали втроем, вы думали, ну, блин, я здесь, зачем мне здесь класс? Я просто беру мапку и хоп, бросил. И так же точно, когда все вырастает, привычки-то остаются у людей. И, следовательно, у вас уже может быть, там, не знаю, 12 человек, а привычки стали. И все накалываются на те грабли, потому что здесь так было принято. Вот. Новые люди приходят, они просто не понимают, типа, как так происходит, что у нас уже, там, не знаю, ЕС-6 есть, можно классы использовать, а мы используем мапки, потому что, ну, у нас все на мапках. Тут уже никак бы не переделать. Ну, мы различные, там, предпринимания, попытки вводить, ну, как я уже говорил, JS-доки, вот, различные писательные. Но, как бы, это все усложняет жизнь, но людей очень сложно переубедить. Не-не, тут даже, знаешь, тут даже такой момент банальный, что там приходит действительно новичок, да, он не очень крутой, и он видит код, который где используют обычные, так сказать, объекты, да, и, ну, как бы, ему сложно, во-первых, предложить там использовать классы, да, во-вторых, убедить других коллег, которые там старше, ну, как бы, дольше работают, их большим опытом обладают. Понятное дело, что очевидное решение, что он начнет писать так, как это уже написан код, на который он будет смотреть и равняться, да, вот это такой тоже момент, ну, скажем так, не в пользу, не в пользу. Еще видишь такая тема, что если ты, например, возьмешь Джависта, то Джавист, ну, переходя из компании в компанию, то он, наверное, очень быстро сможет. Ему нужно только изучить какую-то бизнес-модель, бизнес-логику, но сами подходы, они везде одинаковые, да, там, в Джаве все шарты. А в Джаваскрипте можно писать миллионам разных способов. Это, как бы, с одной стороны, хорошо, что можно, наверное, под себя подобрать какой-то фреймворк, стек и все что угодно. И проклятие фронт-энда – это в том, что у нас каждый может написать что-то свое, и нету какого-то единого законодательного механизма, типа, вот, все пишем вот так. Сложная тема, но в целом, если у тебя большой проект, то вероятность того, что у тебя разные части будут написаны по-разному, и на стыках будут проблемы, она, конечно, возрастает. Она, да-да, она возрастает, согласен с тобой. Ну, хорошо, расскажите, как вы, в общем, вот у вас, понятно, да, проблему мы более-менее обрисовали, да, соответственно, вот вы начали пытаться искать какие-то пути решения, да, вот расскажите, что вы там, на что смотрели, какие вообще, ну, как все это пытались решить? Ну, как мы смотрели, тогда было две альтернативы, как, в общем-то, и сейчас ничего не изменилось на этом поприще, кроме того, что появился Flow и ES2017, которые тоже, как бы, якобы решают похожие проблемы вместе с Flow. Вот, ну, мы выбирали между TypeScript-ом и Dart-ом. И у нас очень хороший, как бы, в бизнесе человек технически есть, который, как бы, когда ему все это рассказывалось, и я представлял именно Dart, а другой человек TypeScript, вот, было такое понимание, что TypeScript – это всего лишь супер, ну, как бы, подмножество JavaScript, да? Ну, наверное, подмножество, ага. Да, вот. И это ничего нам не решит, как бы, кардинально. То есть мы можем, ну, там, вкрутить гайки, но все равно люди будут писать. То есть это не прорыв, это не революционный подход, это, как бы, ну, да, мы, там, эволюционировать будем, но у нас останется код. То есть мы будем с Legacy взаимодействовать по-старому, пытаться, как бы, продолжать Legacy писать и тому подобное. То есть это не решит проблему. С Dart-ом было по-другому. Ты сложнее использовать Legacy, тебе нужно больше писать для него, для того, чтобы использовать. Это все вынуждает тебя, вернее, как разработчика, писать более правильный код, структурированный. Там, ты не сможешь просто взять и с Legacy взаимодействовать, как там, как душа тебе угодно. Ты работаешь по тем правилам, которые, как бы, в языке. Вот. И еще одно было то, что все из коробки шло. Из коробки в Дорте, в стандартной библиотеке идет очень много всего, что нужно, там, руками подключать через, ну, NPM-пакеты и тому подобное. Это, как бы, большой плюс. То есть нету этого зоопарка с библиотеками логирования, с библиотеками стримов, там, с инжекторами. Потому что каждый школьник может написать свой, этот, ИОК, и говорит, что теперь, типа, используйте мой. Вот. И еще там четыре тысячи подобных таких же пишут. Вот. И это, как бы, большой плюс этого всего. Да, есть свои минусы. То, что, как бы, кодовая база библиотек различных, внешне, она маленькая. Но, как наш опыт в Райке показывает, что в большинстве случаев получается так, что вы все равно используете какие-то библиотеки для рисования, там, не знаю, для таблиц внешне, которые либо ты работаешь по их правилам, либо пиши свое. То есть они не позволяют тебе кастомизироваться. И поэтому весь код вокруг либо, как бы, подстраивается под эти библиотеки, либо, как бы, все пишут свое. Ну, и так как у нас такие очень, я бы сказал, очень заказчики с требованиями, с различными, нам большинство, как бы, всяких различных библиотек не подходит. Те же таблицы у нас. Ну, Женя может нам подробнее рассказать. Заказчики имеются в виду внутренние, мы не аутсорс. Нет, ну, понятно, что это внутренние заказчики, да, бизнеса, скажем так сказать, пользователей. На самом деле, касательно библиотек, сейчас во фронт-энде такая сложилась ситуация, NPM-driven development. Знать, как бы, да, ничего не надо. Нашел библиотечку себе поставил, все работает. Но понятно, что это все не дается просто так. Так, с одной стороны, конечно же, Dart, наверное, рекомендовать, ну, мы сейчас забегаем, наверное, там, к последней части, когда мы будем кивать головами и говорить все-таки минусы Dart. Но вот с точки зрения именно библиотек, Dart, конечно, проигрывает, да, стандартному JavaScript, ты можешь в JavaScript, ну, и в TypeScript, потому что они реюзают эти библиотеки, сделать очень много вещей. В Dart прямо так вот, чтобы ты щелкнул пальцами, у тебя все это появилось, наверное, нет. Но, тем не менее, ты, конечно, можешь использовать библиотеки. Но, с другой стороны, тебе их как бы сложнее подключить, это да, сложнее найти. Но, с другой стороны, нету такого, такой волшебной палочки, которая оборачивается просто дамокловым мечом. То есть, приходит разработчик и говорит, слушайте, ребята, нам нужно сделать такую-то фичу, да, как, говорит, таблица, например. Давайте подключим, я-то нашел вот такую-то либу. Все-таки, ну, что, нормас, давай, подключай. А потом оказывается, что она не подходит, а уже вокруг нее огромное количество кода. В общем, все становится сложно. Ну, то есть, в данном случае, просто приходится тратить чуть больше времени на анализ, скажем так, более глубокий для выбора именно той там какой-то даже внешней, пусть, библиотеки. И тем самым, как бы, ну, скажем так, все-таки снижается несколько риски в дальнейшем каких-то провалов. То, что действительно, как бы, вот, на JS ты, ну, что-то посмотрел, о, нормально, погнали, все, вперед, да, вот, там, скажите, их там тысяча штук, ну, примерно посмотрел, так тыкнул, и все. А здесь, я так понимаю, больше уходит времени именно на анализ, как нам ее там обвязать, как нам ее потом заюзать. И тем самым чуть-чуть больше даешься в подробности, да, я так понимаю. Ну, насчет обвязки мы же говорим о том, что в том же JavaScript, TypeScript, там же есть эти Type Definition, вот, и Dart позволяет из Type Definition делать обвязки автоматически. Там, как бы, все автоматизировано. Тут скорее проблема, что стоит ли это делать. Допустим, у нас в проекте мы используем, по-моему, три или четыре библиотеки внешние, ну, именно, которые связаны с Canvas, чтобы самим ничего не делать. Вот, мы используем, потому что затраты на написание, как бы, таких библиотек, они, ну, достаточно большие, там, может, человек годы ушли. Конечно, конечно. Вот. А, допустим, на ДНД мы пробовали различные… Драгон-дроп. Да, драгон-дроп. Различные подходы, они не подходят. Ну, как бы, люди пишут простые решения, а нам нужно сложные, там, допустим, драгон-дропы, где сохраняются модели и тому подобное. Вот. И это, как бы, очень серьезно. Мы пробовали вначале и драгулу, потом ее на дарт перевели, потом в итоге все выкинули и заменили на нативный ДНД, который все это решил. Вот. И, ну, у нас плюс в проекте, что мы поддерживаем только Е11, вот, ну, и все новые браузеры. Поэтому мы сразу же сказали, что если вы, ну, бизнесу, что если вы хотите поддерживать еще и старые браузеры, надо еще в два раза увеличить штат, как минимум, чтобы эти люди хотя бы видели в глаза эти старые браузеры. Потому что, если говорить даже о Е10, который просто у нас адово тормозит из-за того, что они поддерживают флекс, да, это, как бы, ну, проблема. Он реально рендерит CSS стиле что-то 400 миллисекунд. И, как бы, мы не можем это решить так просто. Вот. Поэтому, да, мы приняли такое решение и убрали это все. А почему нам нужно, чтобы все выглядело именно, ну, там, с помощью флекса и тому подобных новых веней в вебе? Для того, чтобы кастомеры, они же покупают красивый продукт, тем более это покупают менеджеры, а менеджеры любят глазами. Вот. И если ты им продашь, не знаю, 1С с его вот этим квадратным дизайном, то я думаю, что многие бы на Западе и, ну, в Америке сказали бы, что зачем продукт не из этой эпохи, а вот. Ну, да, к сожалению, если ты делаешь SaaS-продукт, да, который не инсталируется где-то там у кастомера, а именно ты просто открываешь сайт, и вот представь себе, если ты открываешь сайт с одной стороны какой-нибудь там Apple или еще что-нибудь, а с другой стороны ты рядом открываешь вторую вкладку, вашу рабочий трекер, и он просто выглядит как привет из 90-х, то, конечно, да, это все очень сильно бьет по продажам. Поэтому у нас, да, нам приходится выглядеть, ну, в сексе, что-то сказать, и вот из этого все... Не, ну, это как бы да, но и с другой стороны, как бы тот же самый Flex, извините, он как бы с точки зрения разработки-то тоже, в общем-то, ну, позволяет более гибко иметь возможность все это делать, делать, то есть как бы тут даже не столько там, скажем так, как закругленные всякие там или наоборот, как сейчас модно, там всякие материал-дизайн-плоские кнопочки, сколько именно упрощения процесса разработки в дальнейшем и поддержания, это как бы в вашем случае, ну, довольно-таки такая большая задача, ресурсоемкая. Да. Мы немного отошли от того, как мы выбирали Dart, правда же? Да, давайте вернемся. Ну, и в итоге, как бы, сверху тот, кто принимал решение, принял, что давайте попробуем революцию поступить, при этом, ну, Райк активно поддерживал когда-то еще C-Sharp-сообщество, вот, были такие даже вещи, вот, и мы решили, как бы, давайте попробуем, да, тем более он реально решал проблемы с тем, что нельзя было написать плохой код, то есть можно сэкономить на ревью, потому что, допустим, если мы рассмотрим ту же Java, ее ревьюить намного проще, чем JavaScript, да, то есть люди, которые ревьюют Java, они ревьюют не то, как написано, а то, как это работает, то есть они делают немного глубже ревью именно уже архитектуры. Ну, бизнес-логики, скорее, акцент. Да, да, вот, и это тоже, как бы, хорошо было, ну, и при этом Dart, так как у нас, вы понимаете, размеры гигантские приложения, я не скрываю, у нас приложение весит, если все-все-все, вот, по всем возможным фичам походить, оно занимает 15 мегабайт, это минифицированно от JavaScript. Отлично, шикарно. Нет, ну, защиту надо сказать, что, конечно же, это все делается, ну, в Dart есть нативный способ разбиения на чанки, соответственно, естественно, пользователи не загружают. Не-не, ну, мы понимаем, что, конечно же, так сказать, в продакшене там не сразу 15 мегабайт тебе прилетает, а потихонечку, по мере необходимости, вот. Ладно, сейчас мы про это чуть углубимся, давайте вначале немножко, вот мы там, Dart, 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 все-таки расскажите в двух словах, ну, для тех там наших слушателей, кто, может быть, не очень знаком, что это за язык, вообще, в принципе, что он из себя представляет, там, какие у него там основные концепции, ну, может быть, опять-таки, там, при сравнении с тем же самым JavaScript, в общем-то, ну, то есть, что он... Dart для самых маленьких. Да, тут Джей, у нас в этом Джей Мастак, он не один доклад прочитал. Я тут, знаешь, иногда люблю ездить по всяким разным странным городам и нести свет Dart в массы, при этом, правда, школьники обижаются, потому что почему-то я их хричу, как они говорят, но такое случается. Короче, Dart, это совсем другое. Многие, ну, бывают, подходят, спрашивают, типа, Dart, ты как TypeScript, то есть, он где-то над множеством? Нет. Он, несмотря на то, что он компилируется в JavaScript, совершенно логично, потому что JavaScript сейчас, наверное, ну, лично я рассматриваю как ассемблер веба, то есть, ты можешь на него писать, но ты, наверное, предпочтешь что-то более высокого уровня. Компилируется JavaScript, типизированный. Причем, если раньше ребята из Google оцелились... Я могу немножко отступить и рассказать историю Дарта. Ну, расскажи, скажи, я думаю, хуже не будет. Хуже не будет. Почему? И почему, кстати, Дарт вообще не выстрелил? Когда все начиналось... Ну, вернее, вот я сейчас сказал неправду. Он не то, что не выстрелил, он в массах не пошел. Когда только все начиналось в 13-м году, там были, если погуглить, там были такие заголовки, что JavaScript умрет, убийца JavaScript идет, Google анонсирует next-gen язык. Ну, в общем, там было все громко. И тогда же, в принципе, все его начали трогать. Понятное дело, что пошла волна хайпа дикая. Ну, и мягко скажем, тогда он был, во-первых, не такой клевый, как сейчас. Инструментов было поменьше. Была своя IDE. И, ну, короче, он не очень был до конца проработан. Ну, и к тому же масло в огонь подлила такая вещь, что Google почему-то очень наивно пошел к основным вендорам. Говорит, ребята, давайте Dart VM встроим во все браузеры. Я помню, да, те времена как раз, да, я так немножко посмотрел на это дело. Мне кажется, сразу было очевидно, что, в принципе, навряд ли там все другие производители вот так легко согласятся на это. Но это вот все же навряд ли. Ну, с WebAssembly же удалось. Слушай, ну, в WebAssembly, да, тоже как бы вот на процессе там последних пару лет, когда так смотришь, как все это происходило, тоже в нашем начале, вот мы там долго всегда там во всех этих наших там посиделках обсуждали, ну, что, вот как бы получится, не получится, да, вот смотри, удалось. Но тут, мне кажется, знаешь, немножко уже, как сказать, там, ну, ни рынок, ни ландшафт, наверное, какое-то такое, можно красивое слово подобрать, немножко изменился, и как-то вот, ну, мне кажется, такое произошло некое, ну, не знаю, больший акцент какой-то вот, не знаю, как-то сообщество немножко, может быть, не знаю, чуть-чуть повзрослело и, в принципе, ну, увидело какую-то в общем в целом. Это не в сообществе дело, а дело в бизнесе. Бизнес хочет продавать приложения он-клауд, а для этого нужно большие приложения, и чтобы их нельзя было своровать. В этом WebAssembly просто всех уделывает. Ну, вопрос, так сказать, да, чтобы там нельзя было стырить ход, конечно, он есть, хотя я, честно говоря, ну, не знаю, насколько прям вот он вот настолько... Нет, я еще слышал, что WebAssembly, ну, такое мнение, что WebAssembly в том числе многим выгоден, потому что написано очень много кода на плюсах, там, на C, и если есть возможность его вот так вот щелкнуть пальцами и портировать быстро, ну, по крайней мере, быстрее, чем заново писать, то это очень круто. Но мы немножко в сторону ушли. В общем, короче, Google пришел к вендорам, они сказали, ну, извини, мы Dart VM к себе не будем вставлять. И, в общем, сложилась такая ситуация, что, как бы, заявления были громкими, но не взлетело, не получилось. И Dart как-то отошел на второй план, плюс еще Google, они поняли, что вкладывать сейчас большие деньги в пиар, ну, уже нет смысла, поэтому они взяли паузу достаточно большую. И вот только сейчас начинают, ну, это там впереди можно будет рассказать, только сейчас начинают его опять пиарить. И вот из этого все простекает. Dart компилируется в JavaScript, и до этого он был, собственно, слабо типизирован в том смысле, что типы были необязательные. Ты мог написать динамик, и он будет у тебя такой динамичный тип, непонятно какой. Ну, это а-ля, как обычный JavaScript, что, то есть, что присвоишь, то и будет, то есть, без каких-то там проверок, всего, ага. Да, да, все так. Ну, а сейчас Dart выпустил Dart 2.0, это называется SoundDart. Перевести слово soundness я не берусь, на русский язык оно не переводится. Ну, не знаю, громкий, озвученный. Суть в том, что у тебя теперь язык обязательно типизируемый, то есть, он, ты не можешь не использовать, как бы, типы. При этом, soundness, это значит, что если на этапе статического анализа переменные одного типа какого-то, ну, например, у тебя там тип cat, то на этапе уже рантайма стать собакой она не может. Если бы я мог показать код, то есть один такой кейс, с которым не справляется ни TypeScript, ни Flow, и только Dart. Причем он только SoundDart, который Dart 2.0. Вот. Так что теперь язык стал еще строже. Мы вот прикручиваем анализатор, который показывает ошибки, и мы сделали себе там правило в VDE, чтобы если ошибки анализатора, то они такие ярко-красные, чтобы кровь из глаз вытекала. Поэтому, да, теперь ошибиться еще более сложно. Что еще сказать о языке? Большая богатая SDK, то есть уже в языке вшиты стримы, то есть как бы RxJS, работа с коллекциями, то есть привет всем C-Sharper, Link, причем они ленивые, то есть, ну, как в том же C-Sharper, они не будут исполняться, пока не произойдет определенный там ту-лист, надо сделать. Что еще интересного? А синк-авейт? Да, синк-авейт и привет JavaScript 2 2017, который только появлялся. Ну да-да-да-да. Что еще? А, три-шейкинг. Вот про три-шейкинга Гримерный расскажет. Я уже устал. Смотрите, три-шейкинг – это такая штука, которая нам очень-очень нужна, и почему Google рекламирует Dart для средних и гигантских проектов, как он называет там типа Middle и Huge, потому что, когда вы имеете большую историю, большой проект, у вас куча кода. Как мы делаем в JavaScript? Ну, вот у вас там есть Gap или Webpack, вы там все собираете, все классно. Потом оказывается, что какую-то часть, ну, вы перестали использовать, ну, а импорты остались. Это благополучно все уходит на продакшн. В Dart все не так. Dart статически делает S-то дерево, выпиливает все вплоть до методов и property. То есть, если вы где-то не сетите, то, ну, допустим, сделали Getter и Setter, да, ну, это есть все в стандартном языке. Setter и Getter и все очень просто делается. Но если вы где-то не сетите, значит, Setter вам не нужен. Если он обнаруживает, что, допустим, у вас есть там такое, ну, как любители Java и C Sharp любят там наследование делать, допустим, там через три или через четыре там предка, ну, вернее, поколения, вот, то он может просто проанализировать, что, допустим, у вас там есть какие-то абстрактные классы, которые вы не используете, а просто они как бы как интерфейсы, то он их вообще все выпиливает и, допустим, окажется так, что в конечном коде у вас есть просто объявление, я называю это Indus Code. Просто есть какой-то объект, в котором есть методы и все. Никаких наследований нет, нету, ничего нету, просто как бы есть кусок кода, в котором написано, есть какие-то методы и все. вот, также он может разворачивать там и циклы, и плюс переменные вставлять прямо, инлайнить. То есть, у него очень-очень-очень жесткий оптимизатор. То есть, он настолько глубоко анализирует код, что из-за того, что он типизированный, что он выпиливает кучу всего того, что вы не используете. Кстати, к чести сказать, в четвертом веб-паке они говорят про трешейкинг и… Ну, в третьем, в третьем. В третьем, да, да. В четвертом, по-моему, они обещали его еще более улучшить. И, ну, трешейкинг как бы есть в JavaScript и в JavaScript, но он, в принципе, работает помодульно, да. Вот если у тебя модули не используются, то они у тебя будут убраны. Да, вот мне понравилось, знаешь, что вот Игорь сказал, что именно выпиливание, когда там есть несколько там действительно уровней наследования, да, и действительно когда у тебя на промежуточном где-то есть какой-нибудь там, не знаю, или там private-метод или еще что-то там, который перенаследован, и он, в принципе, больше не используется, то нет смысла его держать, да, включать в кодовую базу, когда можно просто на него забить, оставить только последнюю имплементацию и тем самым как бы, ну, довольно сильно сократить. То есть такой действительно глубокий анализ получается. Да, и вот был доклад Леши Золотых, как раз нашего коллеги, буквально вот тут на днях в Новосибирск мы ездили, он как раз про трешейкинг рассказывал, и понятно, у него там все выкладки есть. Ну, мы добавим ссылочки, конечно, обязательно. Да, я не уверен, что будет на момент публикации будет еще видео, но потом найдите, посмотрите. Берем TypeScript, пишем Hello World, просто по консоли лог Hello World, делаем то же самое в Dart-те, то есть пишем Print, Hello World, а TypeScript, вот я точные цифры не помню, но TypeScript что-то порядка 200, что ли, килобайт, ну, как-то значительно много, и у Dart-та меньше. При этом Dart-товый файл можно еще после этого аглифицировать, аглифай.js, и получится еще меньше. Да, вот я отсылаю к Леши Золотых, если там пруфы нужны, я думаю, там можно найти. Вот, и, конечно, если учитывать, что у нас 15 мегабайт, нам это просто как манна небесная, если бы не было тришейкинга, я бы не знаю, что бы с нами было. Ну, просто было бы там 30, там 40 мегабайт могло бы там прилетать. Да, наверное. При этом тришейкинг, кстати, такая штука замечательная, что он же ведь еще и тебе делают код производительнее. Тут, конечно, пруфов не будет, сорян, ребята. Но чисто вот так, если казуистически подходить, вот у тебя, например, есть сквозной вызов трех функций друг через друга, и тришейкинг, например, тебе так прошел, понял, что у тебя не используется, и тебе все это вывел в одну функцию, то, наверное, это будет более оптимально, чем вызов вот этих трех функций друг через друга. Ну да, он сделает индус-код, тот, что не поддерживает, один раз написанный. Да, он сделает такой код. Есть проблемы, что если у вас что-то упало и нет соцмап, то, да, это проблема будет. Но сейчас все браузеры поддерживают соцмапы, и проблем с отладкой, проблем с, ну, посмотрите, где упало на продакшене, не возникает. Но если бы это и не было возможности, то можно было бы сразу же крест ставить. То есть если что-то упало, то все. Ну да. Не-не, ну тут понятно, да, как доносит, собирается. Ну, Dart тоже, соответственно, генерит очевидным образом соцмапы, да, я так понимаю, для чего? Конечно. Ну, кстати, да, по поводу сборки вот этого всего дела, есть сейчас в Dart 2.0.ddc, Dart Dev Compiler, такая штука, которая инкрементально собирает тебе проект, соответственно, если ты изменил там чуть-чуть, то он пересобирается. Ну, обычно все говорят, что вот языки, да, которые собираются в JavaScript, они тормозят, в том смысле, что, ну, в JavaScript что, ты поменял исходный код, в браузере у тебя hot reload или там F5 нажал, у тебя вот оно вот тут же мгновенно, да? Или даже ты можешь прямо через Chrome, некоторые через Developer Tools, там же можно исходники править. Ну, правда, это не очень, конечно, удобно по сравнению с ID-ехой, но тем не менее, вот в Dart есть DDC, сейчас появился, и теперь это Zero Friction, как это любят говорить. Ну, если ты, конечно, все приложение вдруг не поменял, но если там пару классов поменял местами, что ты сделал, то вот оно у тебя тут же в браузере. Да, ну, к слову сказать, там вот в том же самом веб-паке там есть всякие hot model replacement, да, соответственно, штуки, которые тоже они как бы смотрят и только пересобирают только тот модулечек и подгружают, который ты там поменял, то есть, в принципе, тоже довольно-таки так. Видишь, в чем соль, что очень многое в JS, ну, так сказать, у тебя, соответственно, завязано в модуле, да? То есть, если ты бьешь все на маленькие модули, то у тебя и три шейки нормально работают, и, в целом, и вот это инкрементальное перебилживание, но это тебе надо свой код как бы так подстраивать, писать маленькие модули. Ну, да, безусловно, безусловно, есть такое. Ну, с другой стороны, знаешь, как бы в защиту JS, так сказать, да, да, то же самое как бы, ну, там написать один класс в одном файлике и сделать это как отдельный модуль, в принципе, ну, вполне себе такой разумный подход-то по большому счету. Да, если у вас три человека. Не, ну, да, наверняка можно найти кучу примеров, где JavaScript пишется в одном файле и не очень хорошо. Конечно, на Dart можно писать плохо. Никто же не нападает на JavaScript. Не, не, ну... Ну, вернее, ладно, я нападаю. Не, не, я в данном случае как бы это сам, знаешь, не могу все время вам говорить «да-да-да», но поэтому я так иногда пытаюсь чуть-чуть... У Google есть даже пример с веб-паком, где они его используют для того, чтобы натравливать DDC-компайлер на файлы. И там показано, как можно интегрировать как бы всю мощь веб-пака для того, чтобы, типа, вот вы запустили, у вас hot reloading есть, и все есть, но вы пишите на Dart. Ну, у них такой был пример, типа, сотрудник Google сказал, что, ну, да, можно подключить веб-пак, в общем-то, никакой проблемы нет, вот, если он вам нравится. Ну, веб-паке есть все свои плюсы. Да, ну, кстати, вот по поводу веб-пака опять-таки отошлю к докладу, который был, Леша там тоже по поводу веб-пака высказывался. Не все там так просто в плане минимизации и тришейкинга. Так что, если найдете, ну, рано или поздно будет выложено видео, я надеюсь, посмотрите, очень клево. Да, слушайте, ну, расскажите еще вот про какие инструменты в Dart есть. Кстати говоря, вот там вы говорите в IDE-шке, да, я так понимаю, ну, в смысле, подсветка там синтекса и все такого, то есть уже как бы написаны все есть эти плагины для разных там IDE-шек, да, вот, расскажите, что тут. Не только не все такого, а там полноценная есть IDE, она бесплатная, это Intel Community Edition, вот, от JetBrains. Очень классные чуваки. Веб-шторм. Да, веб-шторм. Нет, ну, можно веб-шторм купить и на него поставить плагин, а можно поставить Community Edition, он бесплатный, и его, видимо, как бы, Dart, вернее, Google спонсирует JetBrains, вот, качается все бесплатно, все ставится, и там полноценный есть рефакторинг, не как в TypeScript, а настоящий рефакторинг со всеми вытекающими вещами. Да, кстати, если кто-то, ну, конечно, до ReSharper, наверное, это не дотянет, потому что, ну, все-таки, ReSharper это очень крутая штука, но рефакторинг весьма приятный. Можно еще писать не только на веб-шторме. Например, у нас ребята там угорают по Atom, по Visual Studio Code тоже есть плагины, и все работает. Есть даже определенные маньяки, которые в Виме пишут, и там тоже есть поддержка в целом языка. И вот тут я добавлю, почему она там есть. Google сделал не язык, он же говорит, что это платформа, потому что, на самом деле, Dart у них для мобильных устройств, для операционки для новой, и Dart для веба. И под все под это они сделали платформу, в которой есть Dart Analyzer, но то же самое есть и у TypeScript. Это сервис, который запускается в системе, на него натравливают, ну, там, либо папки, либо файлы, и он может говорить, где ошибки, можешь через него искать и тому подобное. То есть, все, что есть в различных IDE, они уже реализовали. И, в принципе, из-за этого написать плагин для любимой IDE вашей не составит труда. Там все довольно-таки просто, и есть описание, в общем-то, с документацией. Ну, по поводу инструментов, ну, естественно, что нашему разработчику нужно, сборка и пакетный менеджер. Все свое, да. Наверное, любители NPM-а, ярно, что там сейчас еще нынче используется, Barrier уже сдох, веб-паки, рулапы и прочее. Рулапы и прочее. В Дорте, конечно, все, с одной стороны, когда у тебя есть много инструментов для вещей, это значит, что есть конкуренция, и, ну, они быстрее вперед, да. Вот, с другой стороны, вот, например, вот тот же Barrier взять, да. Ты, например, свой проект использовал на Barrier, у тебя много всего выстроена система сборки, все это прекрасно ромотало, ну, и тут вдруг так случилось, что он теперь больше не поддерживается. и ты должен, тебе, то есть не бизнес говорит, что тебе делать, а, ну, бизнес имеется в виду, ты занимаешься не бизнес-фичами, да, какими-то, а ты перенастраиваешь свою систему сборки на новый инструмент. В Дорте есть такая штука, как паб. Все любители Дорта любят ходить в пабы, и, да, мы не исключение, ну, короче, паб, он всего един, это и пакетный менеджер, и сборка, и система сборки восьми весьма удобно, одна команда, паб, выпускаешь, делаешь что угодно. Ну, ну, хорошо, да, ну, ты говоришь, там, Бовер помер, все надо перенастраивать, а потом тут, вот, в принципе, Дарт сейчас, по сути, поддерживается только Гуглом, да, коль ты затронул эту тему, в принципе, вот есть, ну, ты же понимаешь, как будто... Ну, давай, давай. Да, надо как-то, вот, ты сам на это, сам на это напросился, вот, соответственно, здесь-то, как бы, нет такого опасения, что вот один, ну, Гугл любит любивать разные, там, хорошие, не очень продукты, то есть, какой-то, ну, вот, ну, если что-то, что-то, вот, какого-то опасения нет такого, что куда Гугл, там, сказать, его, там, дорожка заведется с развитием дальнейшим? Ну, во-первых, в целом уже одно... Ну, во-первых, исходные коды есть, да, то есть, я не думаю, что будет реально так, что Гугл говорит, ребята, Дарт, все, мы его закрываем, все удаляем, вы ничего не можете продолжать, да, наверняка какой-то комьюнити останется, ну, это первое, не самое главное. Второе, это Гугл, ну, наверное, все уже слышали, если не слышали, то я вам расскажу, ну, а Двордс, они, ну, это основной продукт Гугла, который разрабатывает им те самые миллиарды, они написали его и на Дарте. То есть, в целом, наверное, это что-то дозначит. Ну, мне так кажется, что если дольная корова гугловая написана на каком-то продукте, то закрывать этот продукт и говорить, ребят, ну, типа, Дарт, все, а Двордс мы переписываем на что-нибудь еще, и, ну, это так, сомнительно. Но даже если это случится, скорее всего, ну, не бывает такого, что, типа, мы берем, удаляем язык и не используем больше ничего. То есть, я все-таки думаю, что будет какая-то эволюция, но не революция. Ну, понятно. А слушай, а есть какие-то еще, помимо Гугла, такие, ну, не знаю, крупные какие-то контрибьюторы, которые участвуют в развитии языка, какой-то вот именно вносит? Ну, то же самое можно сказать и про TypeScript. Там, сообщество, думаю, не очень сильно влияет. Ну, да, но комьюнити вносит какие-то свои предложения. Но из этого есть другая проблема, что там язык, построенный, построенный на, как там, на юзкейсах пользователей, это, как бы, может чревато обернуться для того же TypeScript. Да, вот. Здесь же разработка ведется, ну, она довольно-таки открытая. Никто вам не запрещает там создавать пропозалы в языке, писать в трекер на GitHub. Вот. Google нормально относится к любым предложениям. Ты знаешь, вот, как бы, в этом плане, знаешь, TypeScript, наверное, даже ближе к Dart, чем JavaScript. То есть, да, TypeScript тоже, как бы, там, со мной разработчик Microsoft, в принципе, ну, несмотря на какой-то комьюнити, который есть, который тоже что-то там может предлагать и так далее, все равно есть некий, скажем так, ну, основной какой-то вот костяк, который ведет, ну, в смысле, движет, да, развитие продукта. А вот, например, последние там вения в JavaScript меня, наоборот, все больше как-то забавляют, потому что вот вроде как язык, и такой, значит, он общий для всех, так сказать, да, и там каких только пропозалов, какой там только фигни не предлагают. Ну, вот, вот честно, у меня такое впечатление, понимаешь? То есть, давайте там, значит, вот эту запятую, ну, потому что мне же неудобно каждый раз запятую ставить. А у меня, например, вот как вот какого-то, знаешь, такого, ну, когда глядишь, как у перфекциониста, наоборот, как-то это раздражает. То есть, это, наоборот, какая-то лень убрать вот эту запятую. Ну, это мелочь, как пример, но вот какие-то там пропозалы выдвигаются, народ там, знаешь, весь день сидишь, в твиттере один человек написал, о, там, весь мир, значит, там, два дня обсуждает, как там вот кто-то, какой-то Вася Пупкин, где-то там, не знаю, школьник там, значит, у себя где-то на Гитхабе выложил новую пропозу, как там такую клёвую штуку сделать. Вот, ну, смешно, ей-богу. Ну, так это же плата за популярность. Люди, вот есть такая проблема, почему я считаю, что, во-первых, датник взлетел именно из-за самого Гугла, потому что там пришли люди с деньгами. Ну, это мы не знаем. Ну, да, и сказали, что, типа, ну, это неофициально объявили, что, типа, у них очень много кода написано на JavaScript, они очень много вкладывают в сам Chrome, и вы тут ещё хотите виртуальную машину туда впилить, и теперь, типа, куда это всё девать? Типа, давайте лучше сделаем одну качественную, чем две каких-то. Вот, и проект закрыли именно с тем, чтобы интегрировать Dart VM. Вот, ну, после этого Google много думал, и, видимо, решил пойти ещё в мобильный сектор. Вот они там сейчас пилят флаттер. Ну, это мы вперёд, вперёд забегаем, чё вы. Да, неинтересно же будет. По поводу твоего вопроса, возвращаясь, да, какие есть ещё контрибуторы. Ну, изначально, понятно, только Google, комьюнити, в целом, Dart, оно, конечно, не очень большое. Русское комьюнити, оно вообще, ну, не знаю, на дарте посерьёзно он пишет райк, естественно. И, ну, каких-то мега-больших ещё ребят мы не знаем. Есть то комьюнити, которое создали мы сами. Ну, чё тут уж говорить. Есть канал, наверное, ссылочки будут в описании. Конечно, конечно. Да, есть дартовый канал, слэковский. Конечно, он не дотягивает до каких-то там гигантов. Но, с другой стороны, вот я пробовал посидеть в TypeScript'овом канале, ну, по ангуляру TypeScript'овой версии. Господи, это безумие. Ты попробуй, там, задай вопрос. Там всё сразу. В канале сидит 5-6 тысяч человек, и, ну, это мало реально в гиттере. Ага. В Dart, ну, в Dart, конечно, это, знаешь, такое уютный чайный клуб. Потому что, с одной стороны, да, ты, нас мало. Но, с другой стороны, вот можно задать вопрос, разработчики, вот они прямо тут. Взял, там, говоришь, эй, Джонни, как твои дела? Вот. Да, Филипп, сделай-ка нам вот это. Вот. Ну, и плюс Google работает по линии контрибуции, то есть с крупными кастомерами, да, с потребителями. У нас есть вот прямое сообщение с ребятами, то есть мы можем, там, какие-то вещи с ними обсуждать. Конечно, там NDA, NDA, ничего тебе не скажем никогда. Ну, понятно. Не, ну, хотя бы вообще, всё равно интересно. Вот в целом, что есть возможность такая. Ага. Не, возможности есть. Есть ещё крупные ребята, там, в архива, не наши, американские, у них 200 человек в Дарте пишут. Есть ещё ряд аутсорсеров, достаточно больших. Но, конечно, основная разводка ведётся Google, в том числе и для своих нужд. Да, для своих внутренних именно. Они говорят, что этот проект вы никогда не увидите, но он есть. Ну, да. Ну, это касательно уже развития языка. Но мы, по-моему, ещё говорили по поводу экосистемы. Вот. С точки зрения экосистемы сказать, что есть абсолютно всё, конечно, нет. Но, с другой стороны, во-первых, знаешь, в чём соль большая? Вот, например, хочешь ты выстрелить, вот прям бомбануть в JavaScript, да, написать библиотеку, в которой будет куча звёздочек. Это очень сложно сделать, потому что всё уже написано. Вот. Ну, неизвестно как, но... А в Дарте написал просто простенькую штучку. Оп, и всё используют. Ну, это так. Это шутки. Шутки, да. На самом деле, не знаю, самый яркий пример, почему Дарт жив, просто потому, что вот мы на нём пишем. То есть, сделать большой продукт с нереальным количеством строк кода, которые покупают кастомеры, ну, вот самый главный аргумент наш. Ну, всё, всё, в общем, да, всё логично. Слушайте, а вот интересно, знаешь, как бы вот вы там, Дарт используете, ну, там, для веба, да, компилируется в JavaScript именно на фронте. А вот что вы думаете там, ну, про другие какие-то сферы применения? То есть, сейчас там вот, ну, там, Node.js, JavaScript в бэкэнде, прочие вот, всякие такие штуки. Вот где-то какие-то ещё сферы, ну, помимо веба, Дарт применим? Или он всё же был написан, заточен именно вот в контексте именно веб каких-то приложений, именно фронта? У меня есть ответ. Мы не только на вебе его используем, Дарт. Мы ещё используем на бэкэнде. У нас есть критическое бизнес-приложение, оно работает на бэкэнде. Вот. Там есть своя виртуальная машина, она быстрая, очень быстрая. Вот. И мы её используем. У неё большая нагрузка на неё. И, ну, нормально. Мы даже переписали с ноды на Дарт. И реально уменьшили, во-первых, нагрузку. Ну, и, как бы, количество машин уменьшилось из-за этого. Вот. Но это ничего не значит, потому что, мы же знаем, можно на любом языке написать хорошо, может, мы просто лучше стали писать. Вот. Тут нельзя сравнивать. Ну, кстати, если ты хочешь, чтобы было куча лайков, вернее, не так, чтобы была куча комментариев, напиши в Твиттере, типа, рекламирую подкаст, значит, Дарт быстрее, чем Нода. Да, да, да. Да, когда будет 500 гневных ответов, напиши по мнению Райк. Не, не, есть официальные замеры, там, правда, такие специфичные тесты, но я могу найти ссылки, там, прям, люди по всем языкам проходят и запускают тесты. Ну, блин, бетчмарки, на самом деле, реально можно написать в любую сторону, вывернуть. Да, да, да. Я и говорю, это, как бы, такое, просто, типа, мухлеж со статистикой, вот, но работает быстро и самый, наверное, запоминающийся момент, это было, когда мы в тестовом режиме запустили у себя, ну, локально, и хотели подебажить, ну, случилась бага на бэкэнде, да, и нам нужно было вот прям посмотреть, из-за чего это не работает, и в Дарте мы смогли подключиться к виртуальной машине, как сами разработчики утверждают, что это ничего не стоит, ну, с точки зрения накладных расходов, там веб-морда есть, ты можешь подебажить реальный код, посмотреть, что там в переменных, всякие там хипы, памяти там, да, всякие расходы, это все. Не только это, как вот в, господи, в девелоперах. В DevTools, ну, понятно. Да, в DevTools, вот, ну, и все остальное там есть, там можно и, как бы, консоль есть, и все остальное, но просто сама возможность, что у виртуальной машины есть, как бы, такая возможность, она просто реально помогает в критических ситуациях, когда тебе нужно понять, почему это произошло, а в логах ничего нету, и это происходит сейчас, ты можешь прям... Нет, к чести сказать, нода тоже так умеет, но там, по-моему, не без проблем это делается. Да, ситуация была смешная, это прям такая байка-байка, мы... у нас есть сервис, который, ну, вот этот, он просто перекладывает с одного хранилища в другое, ну, там все хитрее, понятное дело, но вкратце он просто берет с одного места в другое перекладывает. Мы такие в тестовом режиме запустили и смотрим, что-то, что-то, хьюст, у нас, по-моему, есть проблемы, потому что память на сервере растет, а во второе хранилище, ну, куда мы перекладывали, там ничего не происходит, и как бы, ну, выключить его, перезапустить процесс не получится, потому что у тебя все, что в памяти было, оно все помрет. Вот, оказывается, просто мы там, ну, совершили небольшую ошибку и все, оно все в память копится, а туда и не персистится. Вот, подключились, у нас тряслись руки, ноги, ну, потому что продакшен, оно как бы работает, ты ставишь бряку в продакшене, и это очень страшно. Ну, поставили бряку в продакшене, пофиксили багу в работающем, как бы, коде, и отпустили, оно там через часов восемь все это вычерпало, и дальше нормально пошло. Слушай, да, это интересный случай. Да, но больше бы так не экспериментировали. Да, да, да. Не, ну, как бы, сама возможность довольно-таки интересная, потому что, в принципе, в ноде, как бы, эта штука, она эволюционировала, и она вот потихонечку наращивалась, появлялась, а изначально-то, как бы, там мало чем можно было, так сказать, по-живому-то дебажить. Кстати, вот, да, это, наверное, еще есть такая штука, в плане такой, не совсем сезаемой, ты не можешь взять это и сравнить, архитектура джаваскрипта, архитектура джиддарта. Но, так как язык, и вот, кстати, в этом еще и проблема TypeScript, а у всех вообще надо множество джаваскрипта, то, что дарт, он создается изначально, с учетом того, какой путь прошел джаваскрипт, да, то есть люди, которые создают дарт, они же, ну, знают, как развивался джаваскрипт, какие у него были проблемы, и как развивались другие языки, соответственно, априори уже большое количество шишек, оно уже набито, а джаваскрипт, он, к сожалению, развивался очень стихийно, там, был за 110 лет, он вообще никак не развивался, по-моему, с 97 по 2007, я, к сожалению, не помню уже версии, соответственно, ну, трудно ожидать, да, что ты строишь дом, и ты сначала строил его как одноэтажный, потом он у тебя вдруг стал трехэтажный, а сейчас огромный небоскреб, который стоит на, ну, странно на чем, непонятно на чем он стоит, вот, поэтому, например, касательно Дарт Вема, там есть Слава Егоров делает Дарт Вем, ну, достаточно известный, и вот, по крайней мере, я не могу утверждать, но раз он писал В-8, то, наверное, он все проблемы, которые были в В-8, оставил В-8 и пришел в Дарт уже с чистой, ясной головой. Будем в это верить, наверное, как-то так. Нет, тут понятное дело, что когда ты, собственно, мне кажется, это вот одна из тех причин появления вообще, на самом деле, очень большого количества языков, там, так или иначе, компилируемых в JS, да, Дарт как бы не единственный, там, всякие, вот, кстати говоря, интересно ваше там отношение к каким-то, не знаю, там, Reason, ML, вот сейчас, то есть, что-то вот такому, ну, каких-то других клин. Слушай, я, есть такой Илья Климов, привет, Илья, если ты слышал, он вот Reason ML как раз про него рассказывал в Новосибе, ну, и до этого я видел Reason, ну, он, конечно, возможно, в каких-то аспектах лучше, ну, логично, да, если делается какой-то новый язык, то он, наверное, лучше в чем-то. Ну, да, зачем его делать, если он как бы не будет в чем-то как бы решать какие-то проблемы существующих там имплементаций? Да, но на нем, ну, просто писать, ну, стрёмно, в том смысле, что я не представляю себе, как можно на нем написать там полмиллиона строчек кода. Многие языки реально лучше, чем Dart, да, во многих аспектах, там, на бэкэнде сейчас все Go, Rust и прочее, и, наверное, они быстрее, но тут же все, в среднем. Он может быть быстрее в продакшене, но на нем писать как-то очень странно, да, и написать большой объем кода, ну, непонятно. Я, кстати, упомянув Go, я, наверное, навлек на себя гнев, не знаю, огромного толпы фанатов, но разговор о том, что есть много языков, которые компилируются в JavaScript, то есть они подходят для фронт-энда и чисто бэкэндовые, но в сумме, ну, для нас, Dart дает, с одной стороны, он приемлемая скорость у него, то есть он работает, ну, хорошо, а с другой стороны, на нем просто приятно писать. Вот на JavaScript, в большом проекте, есть проблема, у тебя есть объект, нажимаешь точка, хочешь посмотреть, а что у него есть-то вообще, и, и привет. А в Dart я точно знаю, что если я нажимаю там Ctrl и клик, или Command клик, то я перейду в определение класса, я найду всех его потомков, то есть вся эта штука работает и работает нормально. Ну да. В конце концов, да, многие, многие сейчас фанаты функциональщины говорят, что вот, сейчас ООП, это уже для стартеров, ну, блин, на ООП уже, сколько там, 30 лет, когда там Small Talk появился, ну, очень много лет, и за это время люди же недаром сидели и ели свой хлеб, всякие Си Мартины и прочее, уже все, что только можно, все подходы уже написаны, то есть ты пишешь хороший нормальный продакшн-код. Не, я с тобой полностью согласен, что, как бы, ты знаешь, вот эти всякие... Чего ж ты только соглашаешься, а? Нет, но заметь, не только, не только, нет, я вот тут наоборот пытаюсь вам все как-то там, значит, что-то противопоставлять, но я про то, что это как в моде, знаешь, вот эти такие витки, как бы, так они, мне кажется, ну, во всех сферах, в том числе и программирование, не знаю, процедурные, какие угодные подходы, они были все уже сто лет назад и есть, то есть, но вот, это скорее какая-то такая, знаешь, ну, не то, что там дань моди, я даже не знаю, как это назвать какая-то, вот там кто-то сказал, типа один, значит, а давайте все, функциональщина это хорошо, а вот, значит, ООП это плохо, его там, за ним там два человека подхватили, его, значит, там, не знаю, в силу вот этих там, твиттере написал, кто-то ретвитнул, и все, а все, ребята, значит, весь мир считает, что ООП это плохо, то есть, как бы, ну, какой-то такой вот это стихийный, не знаю, такой, как сказать там, эффект толпы какой-то, знаешь, вот, это называется, я это называю твиттерократия, да, у кого больше фонатов, фоллов, тот как бы и прав, потому что информации очень много, и сейчас уже, ну, многие вырабатывают для себя просто какие-то источники, и вот такими источниками становятся, если у человека, не знаю, 5000 подписчиков, или там 10, или 100, значит, ему можно доверять, и вот он написал, блин, ребята, значит, ООП уже не в моде, значит, 100 тысяч человек еще ретвитнули, вот там уже, значит, полмиллиона уже все, говорят, ребята, ООП, все тут уже там, Вася, мне там, Берес, это как из-за того, что порог вхождения низкий, получается то, что можно что угодно говорить, и это все будет на ура, разлетаться, ну, потому что в джаваскрипте, написать что-то легче простого, а вот в джаваскрипте, попробуй что-нибудь написать, и Сауж скажет, что ты тут начал писать, вон есть стандартная, Apache, библиотека, Nio, и вперед погнали, зачем ты это пишешь, ну, как бы, тут уже все, а в джаваскрипте все пытаются, ну, да, да, ладно, давайте немножко вернемся назад, мне кажется, сейчас я должен это сказать, мне просто кажется, что когда тебе 16 лет, ты можешь пить дешевое пиво и писать на джаваскрипте, а как бы, а дарт, это как дорогой коньяк, да, к нему просто надо прийти, так, давайте дальше, да, было маленькое лирическое отступление, расскажите, не, это вон для хейтеров, блядь, да, мы все поняли, да, мы все поняли, слушайте, ну, расскажите, вот, мы так вроде обсудили уже там, как оно, что из себя там представляют, всякие такие умные, красивые аспекты, как вы, вот немножко ближе к тому, как вы все это начинали переписывать, вот вы, там, у вас великий человек из бизнеса, с техническим образованием сказал, все, пишем на дарте, это круто, окей, погнали, как вы, вот, интересно послушать именно процесс внедрения, потому что первые шаги, они как бы самые сложные, когда у тебя есть большое приложение, да, вроде уже и устоявшаяся там, ну, там, не устоявшаяся, в смысле, большая кодовая база, и устоявшиеся там инструменты, там, ну, процессы все там, не знаю, continuous delivery, доставки, как сейчас модно говорить, там, сборки, пайплайны все выстроены, вот, тут, а теперь мы будем писать на дарте, вот, вот, расскажите, как вы все это потихонечку там внедрили? Очень просто, я вот могу, надо сказать, просто представить, представьте, есть стол, и он такой, весь накрыт скатерть, и там обед, все уже, все такое горячее, много-много-много всего, и вы берете скатерть резко, дергаете, вот, мы точно так же сделали, у нас очень много... Не получается, чтобы все остальные, знаешь, как это самое, как официанты крутые блюда остались, скатерть вместе со всеми блюдами, значит, у тебя уезжает со стола. Нет, у нас удалось, мы как раз таки взяли, начали наш переход с того, что мы заменили слой доступа к данным, то есть, у нас все фичи, лего, все, 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 они стали обращаться через дартовые прослойки к серверу, и все, вот с этого началось, когда у нас появились данные, мы смогли делать новые фичи, а все старые, они так, как бы для них это все, как будто старое осталось, то есть, мы смогли. Ну, можно просто, если углубиться, есть, мы на XT до этого, как уже говорили, там есть такие штуки, как сторы, вот, ну, сторы, это, по сути, сторы, например, контактов, просто хранилище контактов, которое предоставляет какие-то там, геты, файнды и прочие вещи, вот, ну, и мы взяли дартовый код, написали нормальные хранилища, да, которые представляют много чего, но и написали прослойки маленькие, которые... Ну, сохранили интерфейс контракта, условно говоря. Да, то есть, JavaScript, он вообще не знал, что он работает со сторой уже не, не XT, не JavaScript, а на самом деле с дартовой, вот. Угу. Вот, и после этого начался долгий путь, вначале мы перешли на полимер, вот, но с полимером есть одна проблема, что он тормозит в Е, и в итоге... Ну, тормозил, на самом деле мы, все-таки, мы 0.5 версию использовали, какую там последнюю было? Ну, до 1, короче, мы использовали все до 1, и там оказалось, что в релизной версии полимера выпилили все-все плюшки, которые нам нужны были, и все сделали, ну, с помощью ручных костылей, то есть там сам Google говорит, ну, было раньше, типа, вот так вот, а теперь вы сами должны отслеживать подписки, сами должны это делать, короче, все сами, и получалось то, что мы переходили с XT, вроде бы, как бы на что-то такое, что открывало нам возможности быстрой итерации, а мы бизнесу продали, это именно как, что мы быстро можем итерироваться, и мы быстро начали делать фичи еще, тем, которые у нас уже есть, вот, и когда мы увидели, что там сделал Google, мы поняли, что как бы нам не по пути, то есть реально... Это было забавно, потому что, на самом деле, слоган полимера, ну, он был такой, первого, что мы сделали его мега-быстрым, и это действительно так, они сделали его быстрым, только за счет того, что выкинули просто нафиг в половину, да. Да, он быстрый, но вам придется самим написать просто все сверху. Типа, наш код, наш полимер быстрый, а ваш код уже там как получится. Вот, ну и все началось с того, что, да, вот, я как говорил, мы заменили слой данных, вот, подменили для JS части, все заработало, мы довольно долго тестировали, я помню, что как раз в то время пришел Женя, он там участвовал в разработке этого слоя данных. Да, было. И дальше у нас там длительное тестирование было, и появился полимер, мы начали первую вьюшку писать, это были репорты, я как помню, что это вот первое, то, что мы сделали в райке уже на, именно на UI-ную часть, на дарте, то есть все, что до этого было, это была сделана типа бизнес-логика, и она работала, нас она устраивала, и мы вот решили вьюшку первую записать, вот, потом мы, когда зарелизовался первый полимер, мы посмотрели в сторону ангуляра, провели ресерч, очень такой доскональный, целый человек, целый неделю туда вбухали, написали... не самого последнего человека. Да, написали очень такую документацию, в которой было описано, что нам стоит переход на ангуляр, там было прямо досконально написано, что вот, типа, был вот такой шаблон, стал такой, какие-то там, есть специфичные рот-блоки, вот, и мы, оказалось, что с полимера, по-моему, 0.5, на ангуляр 1.0, переход просто, такой простой, что мы не ожидали этого. Имеется в виду, ангуляр не 1.0, а 2.0? А, да, 2.0. Да, я вот только тоже подумал на 1.0, и как-то... Да, да, да. На 2.0, ага. Просто, как бы, он 2.0, ревизился, как там, какая-то там бета была, потом, вот, мы перешли вначале на бету 33, что ли, вот, перешли, она была стабильная, сам Google ее уже использовал в продакшене, он говорит, что она стабильна, просто мы допиливали некоторые там фичи и баги, вот, тогда она еще была тайпскриптовая и транспилировалась в Dart, и это была, ну, это была, как бы, как потом выяснилось, не очень хорошая идея, сам Google сказал, что, типа, нужно было не делать этого, а сделать по-нормальному, потому что с одного языка на другой переносить те всякие концепции и архитектурные решения, это было неправильно. На самом деле, если немножко копнуть глубже, там, просто наверняка кто-то будет потом слушать, будет говорить, блин, что-то у вас как-то никаких технических подробностей, какие-то сидят вроде инженеры, соль в том, что тайпскриптовая версия Angular транспилировалась в Dart, ну, просто переводились конструкции с одного языка в другой, это, в принципе, несложно, но дело в том, что в Dart есть такие штуки, как, например, зоны, по умолчанию уже встроенные, зоны, это, ну, ее трудно объяснять без бумажки, но, если вкратце, это такая штука, которая позволяет тебе, которая monkey-патчет все асинхронные события в браузере, ну, то есть, ну, и в ноде, то есть, сет тайм-ауты и все прочее, она monkey-патчет и дергает какой-то код после того, как это событие произошло, вот, соответственно, в Dart они уже по умолчанию встроены в сам язык, и то же самое со стримами, то есть, с потоками, они встроены в стандартный пакет, в TypeScript те же, для этого есть зоны, зон.js и rx.js и поэтому транспилировать из TypeScript в Dart, ну, было бы, было не очень разумно, потому что в Dart это уже все есть, а в него привносят какую-то вещь, которая не совсем для него нормально, поэтому вот, решили. ну, и еще одна из, видимо, проблем, которая, ну, это моя догадка, предположение, что у них подход поменялся, TypeScript версия стала задумываться о размерах, потому что, как бы, им нужно было отрезать лишнее, а в Dart эта проблема решается три шейки, ну, не очень хорошо с Angular она решается, только с четвертой версией там будет, ну, намного-много лучше решаться, вот, но и то, что было в Dart уже решало кучу проблем, то, что было в TypeScript версии, поэтому у них, как бы, направления изменились, и они решили перестать, как бы, мучить вот эту транспирированную версию, а заняться тем, что вычищать уже из транспирированной все, что связано с TypeScript, убрать всякие абстракции и тому подобное, и перевести на чистый Dart, типизацию добавить, везде-везде-везде, где можно, вот, и вот они в четвертой версии уже проделали большую работу, и сейчас можно сказать, что сейчас AngularDart выглядит так, как они задумывали, именно Dartовая версия, вот, то есть уже сейчас начали работу над пятой версией, вот, и это будет связано с тем, что они еще лучше от перформанс, ну, там есть roadmap по поводу, если кому интересно, в ангулярной версии есть roadmap, куда они идут, и они говорят, что версии не синхронизированы, то есть то, что вы в TypeScript версии в пятой увидите, или те концепции, которые есть в Dartовой пятой, они будут отличаться, то есть версии никак не коррелируются между собой, это два разных продукта, просто название интернет. Ну вот, да, я только хотел сказать, что вроде, то есть называется как бы фреймворк, да, ангуляр, ангуляр, а на самом деле по факту это несколько разные получается, может быть, близкий какой-то по смыслу, по какой-то концепции именно фреймворк. Да, это именно концепт, потому что, допустим, мы используем сейчас третий ангуляр, и кому не говорит, что мы используем третий ангуляр, все говорят, как третий. И же второй четверть. Да, третьего не было. На самом деле можно такую аналогию привести, вот концептуально и Lada, и Mercedes, они как бы происходят от машины Генри Форда, да, ну или чего-то, что было раньше, но постепенно разработчики Mercedes поняли, что сама платформа у них помогает им делать лучше, чем, например, разработчики Lada. Вот. Это продолжая аналогию такую небольшую. Я не хочу никого уязвить, конечно. Нет, хочу. О чем мы? Ну, да, о чем мы. О чем мы? Может быть, вот по поводу Дарта, по поводу ангуляра, наверняка у слушателей возникнет вопрос, ну типа ангуляр, да, но как же React? Да, ну React же это круто, или вообще какие-то другие, что там, VUI сейчас популярен, что еще, что-то еще было, React, по-моему, что-то такое. Вот. Ну, в целом, конечно, вообще на дарте можно использовать любой фреймворк, потому что ты просто пишешь обертки, и у тебя как бы все работает, но это не так удобно, скажем прямо. На AngularDart это достаточно логичный выбор, если ты пишешь на дарте. Вот в архивах, которых я уже упоминал, которых там 200 с чем-то разработчиков, они реально используют React, и они написали обвязку, она в свободном доступе, то есть можно юзать. В принципе, они говорят, что нам удобно, нам нормально. Но это как бы немного такой маргинальный выбор, но тем не менее возможно. Ну да. Мы, в общем, говорили-то о процессе перехода на дар, да, вот, собственно, Игорь там начал рассказывать, как все это запустили, переписали слой бизнес-логики. Расскажите теперь, наверное, как разработчик, потому что у вас понятно, что уже была там команда большая, людей, которые писали на JavaScript, да, вот, как, соответственно, насколько был легок, не знаю, или вот тернист именно путь освоения разработчиками, там, джейсерами, именно Dart, да, то есть насколько легко дается, не дается, какие-то, ну, вот, ваши такие впечатления. Ну, смотрите, только на словах кажется, что мы решили на Dart писать и тут же начали на Dart. То есть между тем, наверное, как мы выиграли тендер, можно так сказать, и тем, как мы это все запустили в продакшн, прошло, не знаю, может, год. Нет, ну, я понимаю, что это, так сказать, не одну секунду или там не на следующий день, но вот интересно весь этот процесс, как будет. следовательно, следовательно, мы уже тогда, когда на JavaScript писали, поняли, что нам нужны разработчики, которые будут знать не JavaScript и какой-то язык, а какой-то язык и JavaScript. То есть акцент перевелся на то, что мы искали людей, которые разбираются в OOP в первую очередь, которые не только JavaScript знают, а знают какой-то язык и хотят писать на JavaScript. То есть больше были ориентированы на бэкендеров, на людей, которые хотят писать структурированный код, понятный код, которые как бы уже варились в каком-то там, не знаю, интерпрайзе. Ну, кто-то не варился, но писал или видел код в некоторых библиотеках, где было все более-менее понятно и не было такого, что приходит мапка и ты должен догадаться, какие там есть поля. То есть процесс шел не только с технической стороны, но еще с административной, мы реорганизовывались в наборе персонала. Стали писать там тестовые задачи, направленные на то, чтобы выявить именно как бы как человек мыслит абстрактно, как он может там систему создавать с нуля в этом направлении. То есть JavaScript стал вторичен, потому что да, мы понимали, что у нас есть legacy, но мы понимали, что если мы хотим развиваться дальше, нам нужно думать о будущем. На самом деле тема набора, она такая очень обширная, потому что ну лично я могу про нее много говорить, мне просто нравится это дело. На самом деле я открою маленький секрет нашим маленьким слушателям. Я уже когда-то про это говорил на некоторых выступлениях, но программисты программистам делают незнание JavaScript и даже удивительно незнание React или еще каких-то языков. Вот когда во фронтенде у нас такая сложилась ситуация замечательная, что у нас вот NPM-driven development и height-driven development он вырождаются в такую вещь, в фронтенде легко прийти, то есть ну реально тебе ничего не нужно, да? Да, да. Я с тобой полностью согласен, что тоже, когда приходят люди и там действительно только пишут на jQuery, ну сейчас уже React мод, несколько лет назад jQuery был, jQuery driving development, наверное, и ты говоришь, ребята, а ты там исходники jQuery открывал, ты вообще смотрел, как он устроен, а зачем? Ну я же доллар, доллар, точка, не знаю, он написал и все, а что это там под капотом превращается во что? Ну зачем мне все это знать? Ну это даже на таком уровне, не говоря уже про более базовые концепции, которые в принципе они первичны, независимо от языка. Ну да, то есть, не знаю, пузырьком сортировать может сейчас звучать смешно, но как бы это вот такие базовые вещи, которые программисты, потому что в реальности, вот, например, у нас в Rike, мы дело с такими мега особенностями фронт-энда, да, типа вот у меня не работает в E, а тут работает, а тут не работает, это не самое сложное, потому что сейчас же у нас толстые клиенты в основном, и старые добрые программисты начинают работать со старой доброй бизнес-логикой, и тебе нужно просто писать код такой, чтобы он работал хорошо, был масштабируемым, ну все простые вещи, которые описаны там, не знаю, в идеальном коде, в чистом коде, банда четырех, и все прочее, вот, поэтому с набором, с одной стороны, мы себе, конечно, подлянку сделали, тортом, вот прямо, прямо ужасно, потому что писали бы мы на JavaScript, и могли бы даже и не задумываться, что нужно программистов-то нормальных искать, вот, но, с другой стороны, возможно, мы бы пришли к тому, что пизанская башня вот этих нашлепок, ну, как в JavaScript, много происходит, раз, пишется какой-то продукт, и он, его легоси, как гумусом, так это, гниет, гниет, потом сверху нашлепывается, нашлепывается, а он превращается в неизвестно что, вот. Возвращаясь к набору, мы сейчас, с одной стороны, вот проиграли в том, что мы на таком, каком-то непонятном языке пишем, и мы не можем с улицы, естественно, набрать дартизан, как это называется, потому что никто не пишет на дарте, но, с другой стороны, мы открыли все двери огромному числу людей, которые пишут на джаве, на си шарпе, на плюсах, ведь сейчас же тенденция какая, все бэкендеры, ну не все, многие, увидели, что все деньги и девочки во фронтенде, это я фигурально выражаюсь, ну во фронтенде реально движуха сейчас какая-то огромная, происходит миллион всяких вещей, это тебе не выход там джавы 9, господи, космос раз в три года или когда она там выходит, то есть ты уйдешь в отпуск, у тебя уже новые фреймворки, и многих это прельщает, но прийти в фронтен просто так, это сложно, потому что надо писать на джаваскрипте, а джависты, они прямо помирают от этого всего, от этой уйти на типизации, а тут вот есть такой способ, ты пишешь на дарте, вроде пишешь привычно и понятно, но у тебя фронтенд, у тебя все клево, так что, как ни странно, в наборе круг кандидатов расширился, то есть реально, вот если зайти сейчас на хэхэ, там написано C-Sharp разработчик компании Райк, но мы ищем C-Sharp разработчиков, но писать не на C-Sharp, а на дарте, но с другой стороны, конечно, нанимать непросто, потому что требования такие, что, ну как, например, можно в аутсорсе, да, ты можешь сделать там сайтик какой-то, NPM себе скачать, пакетик, сделать там push, вот, hiroku программисты, я их называю, потому что push, git clone, NPM install, git push, hiroku master, все, у тебя уже есть рабочий продукт, все, можно его продавать, к сожалению, такое в большом продукте не работает. Ну да, да, ну и тем не менее, я так понимаю, в принципе, кстати, вот интересно, из каких больше, так сказать, там языков, не знаю, программистов, ну вот, вы-то упоминаете, там C-sharp, что там еще, ну, Java, да, а вот какие-то другие, я не знаю, ну там, не знаю, рубисты, вот все же, что-то такое более, скажем так, где-то среднее между там JavaScript и совсем такими строго, прям вот с роуми. Если вы посмотрите нашу вакансию, то там в основном мы хотим Java и C-sharp видеть, потому что есть статистика, которая говорит, что лучше эти кандидаты, ну вот я и хотел, то есть, в принципе, вот как бы из этих, с этих языков, скажем так, с этих направлений у вас, как бы, ну, по вашим таким опытам. Нет, ну JavaScript еще, как бы, мы не прекращаем, кстати, вот сейчас наверняка те, кто слушает, просто перематываю, потому что, блин, опять рекламная дичь. Ты можешь отбивку поставить перед этим, минутка рекламы. Не спонсируемая, конечно же. Сорян. На самом деле, просто рубисты, они не пойдут никуда, потому что есть языки, они как бы по призванию, не по призванию, а по велению сердца, да, руби, не знаю, какой-нибудь хаскель, скала, а есть языки, ну, которых просто люди пишут, потому что, ну, это такие стандартные продакшн языки. Наверное, рубисты, они вот пользуются руби, и очень любят его, и не пойдут на какой-то язык другой. Вот. Ну, они снобы все, на самом деле, конечно же. Все, напал, начал выжигать жилье всех. Ну, а что, надо же все-таки как-то... Да, гулять так гулять, все правильно. Гулять так гулять. Слышите, а расскажите вот еще, ну, как-то поменялось, не знаю, у вас вот ваш, так сказать, пайплайн, выклазки процессов с введением дарта? Ну, понятно, что, скорее всего, наверное, это не сильно, потому что, ну, как бы, ну, еще один какой-то язык, еще одна там какая-то технология, платформа, но вот имеется, может быть, как-то концептуально или какие-то там именно моменты с этим связанные? Это больше не с языком связано, а с количеством людей. Язык вообще ни при чем здесь. Ну, и без технологий, да, не язык, это только технологий. Ну, хорошо, а с людьми, с людьми что, что, как поменялось, расскажите. Ну, мы дипломимся каждый день, поэтому нам нужно, чтобы тесты гонялись быстро, чтобы можно было бы это все автоматизировать. Мы каждый день собираем в продакшн, отвозим наши продукты, иногда и не по одному разу. Поэтому, ну, еще одна минутка рекламы, да, у нас есть девопсы, специальные люди, которые, как волкодавы, вцепились в наш процесс диплоя, и ускорили его реально, сделали все, что можно у нас автоматизировано. У нас в основном работают роботы, но это связано из-за того, что много людей, много всяких репозиториев, надо это все сводить, мерзжить, запускать тесты. Ну, как бы, это довольно-таки рутинные процессы, которые мы все автоматизировали. Поэтому тут, я бы не сказал, что Dart как-то на это повлиял. Он просто принес свои инструменты. Это не важно, какой, мне кажется, язык, Java, там, .NET, или, не знаю. Он все-таки, к чести сказать, немного повлиял в том смысле, что если вы сейчас, ну, кто-то использует там, не знаю, ноду, то, конечно, инструменты уже многие просто готовы, берите из коробки и используйте, да. У Dart ну, с другой стороны, да, что в себя включает паблишинг? Dart тебе нужно просто прогнать анализатор, чтобы у тебя, ну, какие-то ошибки были. Прогнать тесты, это тоже одна команда, да, папрантест. Все это собрать, одна команда, и получившиеся JS-ники куда-то выложить. Вот, собственно, вся наука. Угу, угу. Ну, понятно, да, глобально, я говорю, глобально в данном случае, ну, логично было, что да, ничего такого, по идее, ну, это про транспайлинг, ну, по большому счету, так сказать, там. Ну, да. Тут скорее меняются инструменты разработки рядового, ну, то есть, девелопера, потому что все-таки это больше влияет, как ты запускаешь, как ты продукт собираешь, но тут тоже, естественно, никакой магии, никакого космоса. Есть инструмент для серва, инструмент там для сборки, то есть, здесь проблем никаких не вижу. Да, есть специфичные инструменты, связанные, как компилируется, допустим, в тот же JavaScript, да, они есть, но они больше связаны с тем, что, когда вы хотите понять, а во что это мясорубка превратила ваш кусок мяса, вот, вы, когда разбираетесь в этом фарше, да, вам потребуются специфичные инструменты, но Google их предоставляет. Вы можете посмотреть, там, сколько кода попало в каждую отложенную библиотеку, там, как скомпилировалась тайная функция, метод, класс, это всё можно узнать, но это как бы, я думаю, в любом языке, который компилируется в какой-то другой язык, есть инструменты, либо они должны быть, ну, либо будут созданы, тут просто это уже есть. Ну, мне кажется, что, конечно, это просто немного другой мир, в том смысле, что, если человек, например, писал очень долго на JavaScript, или там, TypeScript, он уже оброс таким, каким-то энным количеством фреймворков, библиотек и инструментов, которые ему привычны, и он их из проекта в проект, например, тащит. Да, там, я люблю Webpack, у меня уже там настроена сборочка, я люблю React, или ещё что-нибудь, и, конечно, это может на первых порах вызвать отторжение, потому что, ну, я не могу запустить, там, свой любимый инструмент, какой-нибудь, ESLint, или ещё что-нибудь, тут надо немного привыкать, но мне кажется, что вот сейчас у нас очень много, я помню, когда учился в институте, это минутка вспоминания, да, по волнам моей памяти, когда учился в институте, нам говорили, что вы, вы, последнее, или там, предпоследнее поколение программистов, которые пишут что-то руками, после вас будут такие ребята, которые будут перетягивать квадратики, кирпичики, соединять их там чем-нибудь, и вот будет рабочая программа, я думал, да блин, не, господи, чушь какая-то, ведь всегда нужно будет там фор написать, ещё что-нибудь, а в реальности сейчас фронтенд, по большей части, превратился вот в эти кирпичики, я не говорю за всех, понятно, что есть сложные продукты, где много бизнес-логики, но в реальности, вот ты бахнул кирпичик какой-нибудь для общения с сервером, бахнул кирпичик в Ю какой-нибудь, ну тот же реакт, бахнул ещё что-нибудь, ещё что-нибудь, как-то это соединил, и вот, по сути, у тебя всё это есть, и как только из этого привычного мира человек выходит, то у него сразу начинаются проблемы, но проблема начинается, если он, есть вот кодеры, да, многие говорят, там есть кодеры, а есть разработчики, вот разработчику, или там девелоперу, или инженеру, вот лучшее слово, это инженер. Мне тоже кажется, инженер самое такое красивое, правильное слово. Ему вообще, наверное, вот не знаю, я не писал никогда на, не знаю, на Лиспе, или ещё на чём-нибудь таком, но мне кажется, если сесть за вас и цель, то изучить, ведь наша задача, это простая, инженеров, вот этой тупой железяке объяснить что-то тем языком, который она поймёт. Соответственно, изучить какую-то новую экосистему, да, понятно, что это какое-то время будет, но это не какой-то серфустоев. А кодеры, они, ну, вот никак, знаешь, это как, есть художник, а есть и тот, кто просто обрисовывает фигур. как-то получилось очень грустно. Поэтому, поэтому вот инженеры, это серьёзные ребята. Мы набираем инженеров. Минутка рекламы закончилась. Вот. Слушайте, ну, давайте, знаете, вроде так, основные моменты всё обсудили, вот, ну, положил руку на сердце, вот если сейчас, так сказать, взглянуть, обвернуться назад, да, как бы, сейчас, вот как вы вообще считаете, в принципе, имеет смысл вот использовать, ну, Dart сегодня? Есть ли сейчас какие-то альтернативы более, так сказать, интересные, может быть, появились? Потому что Dart, как бы, вы там уже его довольно-таки несколько лет продолжительно используете, тогда там было, собственно, ничего не было, кроме него до TypeScript. Вот, что там сейчас, как-то нет, каких-то таких интересных, новых, новых проектов, чего-то, что, и вообще, как бы, там, стоит ли, ну, не знаю, изучать Dart сейчас, может быть, есть какие-то достижительные альтернативы, достойные. Я бы ответил, как говорил Женя, важно ведь не изучить не язык, а уметь просто свои мысли излагать на каком-то языке. Нет, это безусловно, да, но вот интересно, такой, более приземленного, если так подойти к этому вопросу. Ну, давай Игорь сначала, потому что я, ну, понятное дело, я про это много говорю, у меня уже заготовлена речь. Да, Женя, ты частый гость, он любит всякую эксклюзивные языки. Ну, я, если честно, не фанат новых языков, потому что у меня просто нет времени на них. Вот, но, допустим, я интересовался тем же Kotlin, все мне вроде понравилось, даже в JavaScript он компилируется, а потом я копнул, и оказалось, что там используется Dart2JS компилятор внутри. Па-па-па. Па-па. И как-то мне стало грустно, а потом я понял, как бы, очень сложно написать транспайлер с одного языка на JavaScript, потому что, ну, с JavaScript есть проблема, что надо использовать некоторые хаки, чтобы это работало быстро. Поэтому, скорее всего, все эти новые языки, они либо будут ждать веб-ассамбли, и потом все вымрут, потому что, ну, как бы, это бессмысленно. Лучше какой-нибудь взять язык, который, ну, не знаю, кодовая база гигантская. Вот. Тоже Java или C Sharp. Вот. Ну, и к этому, наверное, все идет. Поэтому, не знаю, я отношусь к языкам, как бы, я бы их готов был попробовать, но нет, дарта и работа вот так вот. Ну, по поводу языка, ну, во-первых, вот, я считаю, что, когда говорят про изучать язык, это для инженера, ну, то есть, слово изучать, оно, знаешь, такое большое, да, студенты изучают какую-то новую вещь. По идее, инженер может язык изучить, если можно так сказать, достаточно быстро. По поводу того, что бы можно было бы сейчас выбрать, я могу такие вещи сказать. По поводу Котлина, да, он сейчас в целом идет вперед, и он, они так же, как и Dart, позволяют тебе писать на бэкэнде, на фронтэнде и на, соответственно, на мобилках. На мобилках лучше всего зашло. Вот. Но, конечно, в вебе, во фронтэнде Котлин еще совсем оригинальный, даже по сравнению с Dart. И у Dart есть одна такая ключевая особенность, например, чего нет у многих других вот сейчас языков, которые появляются. Dart это все-таки платформа, как Игорь говорил, как Google говорит. То есть у него много всего есть. И покупая Dart, ты покупаешь целую экосистему. С одной стороны, это плохо, потому что ты как бы не утилизируешь все, что было до этого, какие-то там джаваскриптовые вещи. Но, с другой стороны, у тебя не просто какой-то язык, который непонятно, как куда притащить, а это целая вот такая экосистема. Если, наверное, какие-то, если подводить сейчас итоги, кому мы могли бы рекомендовать Dart, кому нет, наверное, если начинать с минусов Dart и кому он не подойдет точно, во-первых, это если вы хотите быстрого прототипирования, то есть, если вам нужно просто накидать буквально там за три секунды чего-нибудь и Dart при этом вы не знаете, то, конечно, просто кривое обучение достаточно большое будет, чтобы изучить инструменты. Если у вас, например, краткоживущие проектики, какие-нибудь там, которые вам нужно месяц быстренько поделать и бросить, то Dart, наверное, не имеет смысла брать. Ну, у вас просто в JavaScript вы можете сделать какой-нибудь npm-чиков накидать себе каких-нибудь и все у вас будет работать. В Dart вам придется как-то изучать это. Кому еще не подойдет Dart? Ну, наверное, если у вас большое количество каких-то функциональщиков, которые любят вот эту всю дичь, наверное, от ООП они просто заскучнеют, скажут, что это все для старперов. и прочее. Ну, вот, наверное, Dart идеален все-таки в нашем случае, потому что он позволяет нам писать много кода, много, ну, я не буду хвалиться, что отличного, хорошего кода, но, по крайней мере, он весь консистентный, он постоянно мы можем выдавать хорошее качество. Потом Dart это платформа, то есть он нам позволяет использовать свои инструменты и мы не сталкиваемся с проблемами, например, там, не знаю, вот я использую RGS, использую какую-нибудь там библиотеку для чего-нибудь еще, для коллекции или еще, ну, то есть это все работает вместе. Я обновляю себе Dart, ставлю себе Dart, не знаю, 2.0, у меня все работает из коробки. Вот в этих вопросах он идеален. Не знаю, для бэкэндеров, если вы решаете писать UI, то тоже это весьма хороший выбор. Так что я бы, наверное, советовал всем просто его попробовать, если он вам просто приглянулся, то брать его и использовать. Да, я тут поддержу Женю, что для мелких проектов, для протопирования я бы всем рекомендовал JavaScript. Быстро накидал, все сделал. Вот, а для таких уже побольше проектов тут надо смотреть, как вы быстро будете расти. Допустим, если вы знаете, что проект большой, я бы выбрал Dart, но это как бы или TypeScript. Тут, в принципе, что душе ближе. С одной стороны, вы можете на TypeScript использовать старый код из старой библиотеки, на Dart вы как бы начнете жить заново, но решите ее сделать чистой, как вы хотите. Вот, тут каждый выбирает свое. Ну, в общем и целом, да, каждому свое. А еще, если вы выберете Kotlin или TypeScript, у вас голова взорвется, потому что я не могу вот эти, когда типы пишутся после переменной, это вообще-то безумие какое-то. Не знаю, мне просто... Ну, это как остроконечники и тупоконечники. Это просто дело вкуса. Нет, подожди, я все-таки знаю больше, ну, две самые сложные проблемы в программировании. Вот, одна из них это назвать переменную. Вот, я знаю, какого она типа, и пока я пишу тип, я примерно понимаю, как она будет созываться. Ну, тут как бы, да, как каждому свое, кто-то, кто там, я даже не знаю, в каких языках объявление типов, оно в конце, вот я что-то сходу, вот все... Каль вроде справа. Да? Не, мы говорим про объявление методов, да? Не-не, ну, в смысле указания типа переменные, вот оно обычно... Не, ну, смотри, ты в TypeScript и Kotlin пишешь свойства класса, ты пишешь там myvar, двоеточие, не знаю, cat, или там animal или еще что-нибудь. А, ну, в конце все, да-да-да-да-да. Вот. Не, мне тоже привычнее, привычнее как-то слева, когда типа, потом значение, ну, в смысле, название там переменной, как-то... Ну, мы из одного лагеря, да. Давайте, наверное, на этой такой ноте поставим точку в этом выпуске, и так мы, впрочем, все обсудили, надеюсь, всем тоже, слушателям понравится, такой он легкий, спасибо Жене за... Знаешь, что я хотел еще сказать, извини, сори? Давай. Просто, чтобы не подумали, что мы тут сидим такие ребята и можем только воду толочь, потому что, ну, сведений-то у нас не очень много сейчас получилось, поэтому, если вы хотите какого-нибудь там хардкора побольше, то не могу не прорекламировать, наверное, где-то в ноябре, точно еще не знаем, наверное, ближе к середине ноября, может быть, ближе к концу, мы делаем дарт-митап у себя в офисе в Райке в Санкт-Петербурге, соответственно, вход свободный, ну, наверное, надо будет зарегистрироваться там как-нибудь, чтобы место было, но и там мы постараемся как-то меньше вот таких общих тем, про которые мы уже говорим очень много и часто и, наверное, уже всем надоели, и постараемся какие-то хардкорные вещи рассказывать, так что приходите, будет интересно, там, скорее всего, я не могу сейчас спойлеров, потому что мы точно не знаем, ну, кто-то из Гугла, наверное, постараемся. Ну, в любом случае, даже те, кто там до вас не доберутся, я так понимаю, все равно будут, наверное, какие-нибудь записи, доклады, все же сделайте, потом все это выложите. Да, конечно. Супер, это клево. Ладно, ребята, что, спасибо, что пришли, собрались, напомню для наших там слушателей, что у нас, у меня в гостях был Игорь Демьянов и Евгений Гусев, ребята из Райк, вот, так что всем спасибо, будут комментарии, замечания, опять-таки повторюсь, пишите там, где угодно, в комментариях, не знаю, в твиттерах, прочих, всегда передадим, ребята тоже, думаю, ответят, если вдруг какие-то будут вопросы. Ну и до новых встреч, всем пока-пока. Пока-пока.